Про это писал, про это писал, про это подкаст был, про что записать ролик. Всем привет, вы на канале SEO QUICK, меня зовут Николай Шмичков и конечно же, если вы часто меня смотрите, вы знаете, что я про очень много тем уже записал видео. Огромное количество видео есть на нашем канале и вы можете зайти посмотреть, что их действительно огромное количество. То же самое можно сказать и про блог. Статей в блоге под моим авторством уже точно более нескольких десятков. Гостевые посты, счет тоже идет уже практически до сотен. Что уже говорить, материалов сколько я создал по SEO за несколько лет, действительно количество поражает. И здесь одна особенность, я всегда старался писать что-нибудь новенькое. Но рано или поздно вы приходите к такому же состоянию, как и у меня сейчас. Вы не знаете про что вам лучше создать контент. И более того, каждый раз создавать качественный контент, вам становится все сложнее и сложнее. А Google вводит огромное количество материалов, требований, инструкций для того, чтобы выделять более качественный контент и конкурировать среди топов становится сложнее. Все сложнее придумывать уникальные стратегии, которые действительно уникальны. Все сложнее придумывать стратегии, которые действительно работают. Потому что эффективность многих стратегий падает со временем. Поэтому вопрос, про что лучше рассказать, что конкретно рассказать, это действительно дилемма и как это все уместить в свое контент планирование, когда вам нужно делать статьи, когда вам нужно делать ролики, когда вам нужно проводить вебинары, когда вам нужно писать подкасты, когда вам нужно писать гостевую статью, интервью, про что рассказывать, как это все учесть, чтобы вы были всегда интересны и популярны. Есть решение и оно называется синдикация контента. итак давайте же мы разберем что такое синдикация контента разберем давайте определение это метод повторной публикации контента на других сайтах для охвата более широкой аудитории то есть давайте внимательно по пунктам это повторная публикация вашего же контента на других сайтах для того чтобы больше аудитории его узнала например мы написали какую-то статью наша задача найти другие сайты отличающиеся от сайта на котором мы его опубликовали и опубликовать этот же контент на других платформах то есть синдицированный контент его задача не только увеличить мой охват и конечно же узнаваемость бренда но и конечно же создать ссылки для того чтобы показать на меня на создателя контента откуда был взят первоисточник либо кто является автором если это переопубликованный контент и здесь очень важно понимать чем синдицированный контент отличается от других видов контента давайте разберем на примерах ранее мной было написано несколько статей по расширенным сниппетом частности я создавал как статьи так подкасты так и несколько инструкций и конечно же я публиковал этот материал на своем сайте SEOquick но не только на нем поэтому если мы посмотрим вы увидите что по запросу расширенные сниппеты для SEOquick появляется много контента где он появился но давайте отличать что является синдицированным контентом а что нет вот собственно сама статья которая рассказывает в целом про расширенные сниппеты про мое исследование по ним как они работают как их получить более того она была недавно обновлена где расписано очень много элементов по поводу расширенных сниппетов так что это действительно большой такой гайд при помощи которого можно адаптировать свой контент и получить те самые расширенные сниппеты но вот например есть статья на сайте кто на новенького которая фактически является как говорится копией моей статьи это пример синдицированного контента которая написана собственно нами и размещена на нашем размещена на стороннем сайте вот типичный синдицированный контент то есть это статья которая фактически является тем же самым контентом который размещен у меня но на другой площадке и конечно же ссылается она на наш ресурс на наши же источники более того многие источники как раз находятся в похожих местах как и в статье то есть те же ролики которые мелькают все здесь но вот если мы посмотрим например на гайд который написала дарья сопина он не является моим контентом это ее собственный гайд и она использовала просто ссылку на исследование которое мы делали у себя на сайте и она ссылалась на исследование если мы поищем запросу seo quick мы найдем исследование где мы проводили исследование кликабельности точнее негативного влияния кликабельности с появлением более новых расширенных сниппетов выдачи и аналогично же если мы посмотрим на статью дарья чапур новой которая писала аналогичный материал она сделала то же самое нас ссылалась на исследования которые проводились по расширенным сниппетом и конечно же расширенные сниппеты исследования проводили мы и здесь если вы посмотреть внимательно то есть можно посмотреть что вот наше исследование ссылается, то есть тот же самый абзац, похожий на абзац, который сделала другая Дарья. Это пример несиндицированного контента. Это пример обычной ссылки в статье. Еще не является синдицированным контентом, если вы контент просто репостнули. Как, например, является репостом в Пинтерест. Обычный репост в Пинтерест, обычный репост ссылки в Твиттер контентом синдицированным не является, потому что контента как такового там нет. Но написанный большой, допустим, пост будет являться синдицированным контентом, Потому что он будет ранжироваться, и ранжироваться будет очень неплохо. Обычные репосты синдицированным контентом по факту не являются. Примером синдицированного контента является записанное видео по статье, которое, собственно, опубликовано. Материал, который в ней опубликован, если посмотреть, разбит по заголовкам. И все эти заголовки указаны в тайм-кодах. И можно посмотреть, что все эти материалы как раз и есть и в статье, если внимательно полистать. То есть с индицированным контентом может быть переснятый из статьи ролик в YouTube. Переписанная статья на стороннем источнике. И, конечно же, третьим вариантом может быть подкаст, где вы свою статью, отдельные ее блоки, отдельную суть перескажете в другом формате в виде аудиоподкастов. Например, расширенным сниппетом было посвящено у меня два подкаста. Один рассказывал про пошаговую инструкцию, и второй момент особенность для Google. По экспресс-стратегии, там простенькая экспресс-стратегия, как получать те самые расширенные сниппеты. Вот пример еще синдицированного контента, когда репост делает сторонний сайт, не принадлежащий к вашим соцсетям. Он сам создает страницу, сам берет ваш ролик и размещает его у себя на сторонних источниках. Этот сайт просто делает репосты новостей SEO, и туда попал мой ролик, потому что он набрал должное количество популярности. Ну и, конечно же, с индицированным контентом может быть фрагмент вашего контента под вашим авторством в так называемых статьях интервью. Если поискать статьи под нашим именем, можно легко найти мою цитату, посвященную этой теме, и как раз где я рассказываю про те самые расширенные сниппеты и инструкции их получения. То есть я как бы ссылаюсь не на саму статью, но беру фрагменты из своих исследований, из своих статей, и указываю непосредственно в материалах. То есть вроде бы синдицированный контент, потому что я использовал фрагменты своего контента, но на других источниках. То есть это является частично синдицированным контентом, потому что статьей интервью может оказаться, что вам нечего рассказать, если вы контента не создали. Тогда вы будете просто давать интервью. Но если у вас есть созданный контент, вы можете воспользоваться уже готовыми абзацами, просто с готовыми графикой, готовыми исследованиями, и с этими исследованиями прийти непосредственно в площадку и рассказать эту же информацию. И, конечно же, это тоже будет вам полезно. Ну и примером синдицированного контента является ваше выступление по тем же темам на других YouTube-каналах. Я выступал до войны на разных YouTube-каналах, и вот есть несколько выступлений, где я рассказывал про те же расширенные сниппеты на абсолютно разных каналах. И можно увидеть, собственно, что отклики действительно были довольно активны. И здесь рассказывали про особенности, как продвигаться в расширенных сниппетах в разных поисковых системах. Итого, собственно, синдицированный контент можно создать, давайте проитожим, несколькими способами. Так, перечислим основные ключевые способы, которые мы уяснили из моего же примера. Пример номер один – это когда вы пишете такую же статью для гостевой публикации. И ищете площадки, которые захотят разместить ваш же материал, похожий на тот материал, который размещен на вашем блоге. Но, конечно же, этот материал должен быть уникальным, хоть и несет ту же самую мысль. Уникальность нужно сделать будет в адаптации картинок под площадку, на которой вы планируете размещаться. Например, добавить логотипы по-другому, расположить графику по-другому для такой гостевой статьи. Также отличным вариантом будет, если же вы будете использовать другие формулировки. Конечно же, учитывайте внутреннюю перелинковку площадки, на которой вы будете писать этот контент. Или, например, предложите вообще владельцу площадки написать контент самостоятельно из вашего, допустим, YouTube-ролика. У нас есть такой пример. Вот пример синдицированного контента, когда за основу был взят YouTube-ролик, и из него была написана статья. И статья вроде бы оформлена под авторством Гармаш Ирины, но на самом деле все материалы воспользованы из ролика Алены Полюховича. И если вы будете смотреть внимательно всю эту статью, фактически все взято за основу. То есть гайд, вся инструкция взята была из оригинального ролика. И поэтому очень интересно такой тоже формат получения синдицированного контента. Второй формат, напоминаю, это YouTube-ролики. YouTube-ролики, которые вы используете для того, чтобы размещать их на других площадках. Это могут быть ролики совместных эфиров с владельцами каналов, где вы размещаетесь. Либо врезки роликов, вставленные в другие ролики у других каналов. То есть вы можете записать свои фрагменты и попросту их отдать для того, чтобы владелец, который будет монтировать ролик на своем канале, вставил ваш записанный фрагмент. Таким образом, уникальность созданного контента полностью сохраняется. Ведь вы создаете чуть ли не новую версию ролика для человека, который будет пользоваться вашим роликом. Но есть еще третий вариант, где он возьмет ваш ролик, наложит себя поверх и будет что-то рассказывать, используя ваш контент как первооснову. Это тоже может являться особой версией синдицированного контента. Ну и не забываем про силу соцсетей. В Фейсбуке, в Телеграме вы можете написать достаточно большие посты, которые будут открыты для индексации и полностью расписывать весь ваш контент, который вы опубликовали. Это же может и касаться и постов в Инстаграм. Ведь можно просто взять суть ролика и разложить на несколько постов в Инстаграме или постов в Фейсбуке. Или, конечно же, завести несколько блогов личных, например, в разных ЖЖ-журналах или подобных площадках, которых действительно много сейчас в Вордпресс активно активизируется в Украине. Также поднимаются площадки, похожие на блогерком, любые веб-2.0 сайты, потому что многие площадки сейчас в Украине стремительно теряют популярность. И многие ищут сервисы, удобные для микроблогинга. В Твиттере я бы не сказал, что это сильная площадка для синдикации контента, но она тоже работает. В Твиттере неплохо работают видео, отлично сейчас набирает популярность у них возможность публикации серий постов. И серии постов действительно собирают огромное количество репостов. И в них отлично работает формат 280 знаков и изображения. И потом следующий пост 280 знаков изображений. И получается, если так полистать, целая статья. Аналогично LinkedIn. В LinkedIn есть возможность написания собственных статей, но они менее популярны, чем реальные посты. Посты собирают больше вовлечения и посты с изображениями собирают действительно огромное количество вовлечений. Советую почитать наш обзор по LinkedIn, написанный непосредственно мной у нас на сайте. Давайте теперь разберем, а в чем выгода синдикации контента. Ну, все равно в итоге приходится создавать контент. Выгода номер один. Вы работаете исключительно с контентом, который показал себя хорошо в вовлечении. То есть, если вы написали с десяток статей и одна показала отличные показатели вовлечения, вот и ее и стоит синдицировать. Вы можете, конечно, провести простенький ресерч. Например, пустить рекламу в Facebook на вашу публикацию и посмотреть вовлечение. Сколько людей читает ваш пост, как они реагируют или как они взаимодействуют с вашим YouTube роликом на эту тему. Все варианты хороши. Проверяйте контент действительно на теплоту. Насколько он теплый для вашей аудитории. Если он достаточно теплый, то именно его нужно синдицировать. То есть, выгода номер один. Мы работаем с хорошим контентом, у которого высокий показатель вовлечения. И уже у него есть больше шансов на успех. Выгода номер два. Вы не тратите время на креативность. Например, для того, чтобы найти тему для этого ролика, я на самом деле очень долго готовился, собирал материал про что бы рассказать. И, конечно же, проверял, что я буду рассказывать, что я буду показывать в этом ролике и на что буду акцентировать внимание. И, конечно же, именно выбранные мной фрагменты, которые я вам показал, как раз подобраны примера на моем опыте. То есть, я могу знать, что сработало, что нет. Не все темы срабатывают для синдикации контента. Вы можете провалиться, если выберете неправильный контент. Ну и, собственно, вы можете провалиться по многим другим причинам. А по каким, я расскажу в конце этого видео. Так что не забудьте его досмотреть до конца. Итак, выгода, конечно же, это экономия времени на процессе креатива. На подборе тем, на составление контент-плана, на проработку контент-плана. Вы экономите огромное количество времени, потому что вы берете всего одну тему. И она у вас уже распределена на все ваши платформы. Что вы будете делать, будь то гостевые публикации, съемка видеоролика, запись аудиоподкаста, проведение совместного эфира. У вас уже есть одна универсальная тема, с которой вы работаете в течение нескольких месяцев. Конечно же, вы не будете, как попугай, одну и ту же тему говорить. Обычно при синдикации контента вы работаете с тремя-четырьмя темами параллельно. То есть, сегодня сняли прорасширенный сниппет, там, не знаю, ролик, потом выпустили через пару недель статью, через пару недель записали подкаст. Но при этом вы снимаете другие темы, которые у вас тоже крутятся. Синдицирование контента экономит время на создании контента, на продумывании сценария, что вы будете рассказывать, что вы будете показывать. И, собственно, преимущество 3 вытекает из преимущества 2. Вы всегда дополняете новый контент какими-то фишками. В процессе съемки ролика вы уже не сможете его дополнить, дописав. Но вы при этом сможете, допустим, записать какой-то пост, который усилит записанный вами ролик каким-то важным тезисом. Потом в итоге все это соберете и обновите в статье, где будет фигурировать, допустим, ролик. А когда материал наберется на целый следующий ролик, вы запишите ролик на чьей-то чужой публикации, у кого-то в гостях и добавите в свою статью. И таким образом ваш материал очень сильно разрастется и вы будете выглядеть как экспертом в этой теме. За счет, собственно, преимущества номер 3 вы выжмете из темы для присиндикации контента максимум полезной информации и соберете ее вокруг своего бренда, вашего имени. Соответственно, пункт номер 4 четкого вашего преимущества это, конечно, то, что ваша тема, которую вы рассмотрели, будет ассоциироваться с вашим именем. Брендинг и расширение вашего бренда в связи с тем, что вы рассмотрели одну тему со всех сторон на всех площадках не останется незамеченным. Поисковые системы прекрасно видят экспертов в разных сферах. И есть у него в особой форматах ранжирования такой принцип. Я про это рассказывал в ролике про EAT. Вы можете про него посмотреть, где он выделял экспертность контента. И вы становитесь экспертом в теме, потому что ваше имя фигурирует с какой-то одной темой на множестве площадок. Ну и, конечно же, многие сейчас скажут, так это же контент не уникален. Нет, это уникальный контент. Ведь вы не репостите одну и ту же информацию на всех площадках и не делаете это спамом. Вы делаете это в виде действительно больших публикаций, уникальных публикаций в разных форматах. То есть форматы подачи контента при синдикации контента всегда разные. Это по-другому смонтированный, возможно, ролик, по-другому пересказанная информация. То есть там ни слова в слово используются те же аудиовые и видео фрагменты. Статья, возможно, написана с другим предисловием. Но основная мысль используется та же самая, та же информация. И фактически идет одна и та же информация, размещаемая на многих ресурсах с вашим авторством. Поэтому, да, это отличный способ пиара вашего бренда. Ну и, конечно, преимущество номер пять. Google любит ссылки. И если вы хотите много ссылок, синдикация контента позволяет за счет публикации хорошего и качественного контента на сторонних ресурсах собрать много ссылок. И поэтому реферальный трафик плюс самого себе ссылочное продвижение никуда не исчезает. Реферальный трафик тоже может быть довольно высоким с этих площадок. Он, конечно, будет уступать там поисковому трафику, будет уступать прямому брендовому трафику, когда вы подрастете. Но он всегда будет и его нельзя сбрасывать со счетов. Ну и не стоит забывать про преимущество номер шесть. Это сбор лояльной аудитории. Ведь действительно можно опубликоваться на каких-то крупных изданиях, у которых миллионы читателей, и собрать тысячи подписчиков на свой, допустим, пост, который написан где внизу, вы написали ссылочку, подписаться на ваши соцсети, подписаться на ваши e-mail и все что угодно. Подписная база будет собрана очень быстро, если вы с качественным контентом придете на хорошую тематическую площадку, и она действительно получит эффект разорвавшейся бомбы. Да, здесь очень важно подбирать качественный контент. Это действительно правильная техника такая вот Эверест. Раньше у нас этой техникой мы называли технику правильного написания тайтлов, но это свой, другой Эверест в SEO, где ваша задача выбрать самый качественный контент, сделать его синдикацию, разместить на лучших площадках и получить действительно эффект популярности и, конечно же, прибыль. Вот пять шагов по тому, как продвигаться при помощи контента. И синдикация контента это путь действительно хорошего контентмейкера в любой сфере бизнеса, будь то маркетинг, будь то SEO, будь то программирование, все что угодно. И даже если это не IT, не диджитал сфера, а сфера, посвященная вашей тематике, например, вы производите тракторы, вы можете стать экспертом в сфере тракторов. И действительно люди будут вас слушать, вас читать. Вы занимаетесь рыбалкой? Станьте экспертом в сфере рыбалки. Весь этот путь можно пройти с нуля. Я начинал в SEO с 2016 года. Я был никем, меня никто не знал. Сейчас мои статьи читают, у меня большая аудитория, много подписчиков. Все это благодаря вам. Ну и, конечно же, это бы не было, если бы я нес пургу и не рассказывал качественный контент, какой-то важной выжимки в информации. Да, именно синдикация контента позволит вам вырасти за несколько лет до действительно небывалых высот. В своей статье Ахревс, например, разделяет синдикацию контента, апдаптацию контента и гостевой блогинг. Да, действительно есть определенные отличия. Но давайте разберем действительно, в чем действительно отличие на пальцах. Потому что в их статье гостевой блогинг получается это отдельная тактика. Но синдикация контента, она больше направлена про распространение. На самом деле не совсем так. В гостевом блогинге вы чаще всего пишете статью, которую вы пишете с нуля. Ну то есть вы пишете статью по материалу, который просто вот хотите написать человеку. И иногда она полностью не повторяет те материалы, которые вы писали для себя. То есть она не является какой-то особой статьей, которая у вас точно так же опубликована. Это может быть любой материал, который вы просто хорошо написали. Иногда вы можете написать материал по заказу клиента, который хочет себе разместить статью. Говорит, я хочу, чтобы вы мне написали обзор того-то. И вы как гостевой автор пишете ему этот обзор для того, чтобы, собственно, пропиариться как автор. Такое бывает. Это гостевой постинг. Он бывает на разные темы. Вы можете прийти со своей статьей, вы можете прийти, вас попросят написать чужую статью. Либо вы там договоритесь, напишите что-то среднее по той теме, из списка тем, которые вы разбираетесь. При синдикации контента вы строго приходите с той темой, которую вы написали. Тема остается в том же формате изложения, как она и написана. То есть вы должны фактически в этом случае приходить с уже написанным материалом. Либо предлагать разместить этот материал на его площадке. То есть синдикация контента при гостевом постинге это приход просто с уже готовым написанным материалом для этой площадки. Если он соглашается, он размещает ее в таком же формате, как есть, с небольшими правками и доработками. Либо же он размещает суть материала, дописывая свой контент сверху и снизу. Вот отличие синдикации контента в гостевом блогинге при других тактиках гостевого постинга. Ну и конечно же адаптация контента. Когда вы берете из, допустим, своей статьи, делаете видеоролик, Ахрес разделяет это как отдельный пункт. Нет, на самом деле это тоже синдикация контента в чистом виде. Ведь вы просто берете, адаптируете контент и размещаете его на сторонних площадках. Давайте еще раз вернемся к определению. То есть напоминаем, синдикация контента, да, это метод повторной публикации на других сайтах для охвата все более широкой аудитории. То есть повторная публикация. Здесь не написано там уникальность, не уникальность, просто публикация контента. То есть он может быть как уникализирован до минимальных там значений, так может быть вообще полностью переписан и изменен. Но мы публикуем все равно один и тот же контент, одну и ту же тему повторно на других сайтах. И соответственно, если мы посмотрим на определение даже самого Ахреса, это когда один или больше сторонних сайтов публикуют копию контента, который изначально появился на другой площадке. То есть фактически здесь синдикация контента в определении Ахреса ни с чем не отличается от обычного репоста в соцсетях. А на самом деле определение в интернете контента, оно отличается. То есть если мы посмотрим его, это повторная публикация контента на других сайтах. Поэтому с определением Ахреса я немного не согласен, потому что при синдикации контента вы берете одну и ту же тему и адаптируете ее под другие площадки. Вы не просто ее репостите, сохраняя тот же вид, вы ее адаптируете и распределяете на множество других форматов. Я, например, могу из этого ролика потом написать детальную статью по синдикации контента, где распишу все тактики, как это делать. И она будет обновляться в режиме онлайн при появлении новых тактик. Если же тактики будут действительно сложные, я буду про каждую снимать видео. И таким образом эти видео могут появляться как на моем канале, но это уже не будет синдикация контента. Так я могу их разместить при совместных эфирах на других каналах. И это уже будет с синдикацией моего же контента, который дорастает в процессе его доработки. Давайте же перейдем конкретно к инструкции, как, собственно, создавать синдицированный контент и размещать его. Возвращаемся обратно к тем пунктам, которые говорили, что нужно сделать для того, чтобы получать синдицированный контент. И первым пунктом будет у нас, конечно же, создать контент. Вы никуда не уходите от создания контента. Все, что касательно контент-планирования, как писать статьи в свой блог. У нас есть огромное количество роликов, поэтому уделяйте этому внимание и, конечно же, создавайте качественный контент. Вот, это шаг номер один. Второй шаг номер два. Убедитесь, что ваш контент хороший. Не весь контент, который вы создадите, будет шедевральным. Вы часто будете создавать мусор. Не все режиссеры создают кассовые фильмы. Многие создают кассовый один фильм и девять провальных. Поэтому в вашем случае ваш кассовый фильм – это ваш качественно созданный контент. У вас могут быть посредственные контент, у вас может быть шедевральный контент, у вас может быть мусорный, никому не нужный в данный момент контент. Может быть нишевый контент, который действительно смотрит, он нравится, но его смотрят единицы. Но ваша задача сосредоточиться на том контенте, который действительно вы можете назвать кассовым успехом. Убедитесь, что он хороший. Для этих целей используйте аналитику, используйте Microsoft Clarify для отслеживания кликов пользователей, любые другие сервисы, которые позволяют вам отслеживать, как пользователь взаимодействует с вашим YouTube контентом, аудиоконтентом или статьей. Собирайте информацию и ищите ваши самородки. Шагом номер три будет у нас потенциальные площадки для синдикации. И здесь ваша задача собирать всех, кто является в вашей сфере, условно говоря, конкурентом по выдаче в разных сервисах. Если мы говорим про аудиоподкасты, соберите все площадки, которые слушает ваша целевая аудитория. Например, вы знаете, что вы работаете на сферу бизнеса. Соберите все бизнес-каналы, на которые, возможно, мог бы быть подписан ваш клиент. Это вам подойдет. Если же вы работаете, мы хотим размещаться в каких-то сайтах, блогах. Собираем все блоги, все СМИ, все сайты, где работают журналисты в нашей сфере. И, конечно же, собираем все эти площадки воедино. К ним ищем e-mail. E-mail можно искать через сервис Hunter.io. Если это другие сервисы, собираем, допустим, YouTube-каналы, собираем профили, куда мы будем писать профили в LinkedIn и тому подобные сервисы. Через LinkedIn, кстати, тоже можно вытащить e-mail. Это тоже, на самом деле, можно. Правда, платно, сложно, дорого, но можно. Но вот этот поиск потенциальных площадок для синдикации. Здесь ваша задача собрать урлы, кому писать e-mail, либо странички контактов. И примерно, что писать, какой тематики и желательно имя, кому вы будете писать. Просто e-mail без имени, это уже провал на первом же шагу. Это фактически все особенности азы техники Outreach. Все, что вот сейчас вмещено в пункт 3, это все азы Outreach. Ну и, конечно же, напишите владельцу площадки с просьбой, чтобы он ваш контент разместил. Например, вы находите площадку, где отлично описывается тема, и как раз можно вставить вашу инструкцию. Вы написали шикарную инструкцию по использованию сервиса, и вы считаете, что ваша инструкция лучше, чем кто-либо созданная. И вы в этом убедились. И вы говорите, что вот эта инструкция дополнит его статью, этот ролик дополнит его материал, а вот эта ссылочка дополнит его список, его чек-лист, списка инструментов. Это фактически и есть ваша попытка синдицирования. Либо вы можете писать, у меня есть шикарная статья, у меня есть шикарный ролик, который мы можем сделать вместе. Тактики, что предложить и как предложить, здесь зависят от формата, от выбранного формата ниши. Например, для того, чтобы выступить на конференции со своей темой, я попросту написал, что да, я готов выступить, вот моя тема. Ее рассмотрели и сказали, приходи. И я пришел и выступил на одной конференции, потом показал, как я выступил на одной конференции. Другому спиктеру он сказал, приходи ко мне на вебинар, поговорим про эту же тему. И я брал эту же тему, рассказывал вроде бы то же самое, но не то же самое. И я дополнил новыми мыслями, новыми идеями этот материал. У меня также сделано было такой же подобный эфир, посвященный, как создавать ТЗ-копирайтеры. Я выступил на двух YouTube-каналах и написал одну большую статью, которые посвящены именно этой проблеме. Как писать ТЗ-копирайтеру. Все эти материалы тоже можно найти в сети. Это тоже методы синдикации контента. По ним же были написаны аудиоподкасты, которые тоже разлетелись на разных площадках. Почему аудиоподкасты я называю синдикацией контента? На самом деле записанный аудиоподкаст находится на множестве сайтов. Вы заливаете на подкасты Google, на подкасты Apple, они ранжируются. Плюс есть сервисы, которые ретранслируют эти подкасты и они появляются автоматически. Что-то вроде как работает Pinterest. Да, но только с аудиоконтентом. Вроде бы вы зарегистрировались на трех сервисах, а гуглите название вашего сайта и оно встречается на 33 сервисах. С подкастами так работает. И это очень удобно, особенно для линкбилдинга. Аналогично с YouTube. Записанные ваши ролики, размещенные на вашем сайте, потом могут гулять по интернету, появляться на других сайтах и вы тем самым получаете просмотры. А ваш сайт получает популярность, потому что ваш сайт связан с YouTube-каналом. И конечно же ваши ролики, размещенные у вас на YouTube-канале. Google прекрасно понимает, чьи они и кто их владелец. В этом плане здесь проблем никаких нет. Но иногда бывает, что вы пишете, а вам отказывают. Поэтому следующий пункт, не забывайте, это поторгуйтесь. Иногда придется заплатить. Иногда придется обменяться контентом. На многие варианты могут быть свои кейсы решения. Кто-то договаривается с совместным обменом, у кого-то получается бесплатно, а кому-то приходится, как говорится, доплачивать, чтобы его еще и синдицировали. Но на самом деле на том и рынок все бывает в этом мире по-разному. Где еще бывает синдикация контента в других сферах? Конечно же в СМИ. Когда выходит одна новость, она автоматически ретиражируется по множеству других площадок. И размещается сразу во всех СМИ одновременно. То есть буквально появляется она один пост, допустим в Телеграме. И он синдицируется практически по всем СМИ, которые выходят в данный момент в вашей стране. Можете легко убедиться. Найдите любую новость и попробуйте вгуглить действительно фрагмент фразы, где она встречается. И вы увидите, что целые абзацы могут попросту повторяться, как цитируемые. Для удобства пробуйте цитировать второй, третий абзац. Чаще всего они являются полностью скопированными из первоисточника. То есть СМИ это пример чистого синдицирования контента. То есть вы можете использовать площадки, которые синдицируют контент, для того, чтобы они размещали ваши новости на своих ресурсах. Для этих целей нужно договориться о таком обмене, что они будут забирать ваш контент, как только он появляется. Это, собственно, один из вариантов синдикации контента в реальном мире. Минус этого. Если вы будете так часто делать, рано или поздно ваш контент, возможно, станет спамным. И к вашему ресурсу могут, если у него будет низкое вовлечение, но вы будете без конца так делать, возможно, Google начнет вводить пенальти за неуникальный контент. Гарри Ивс как раз и говорит, что Google не наказывает за дублирование контента. Наличие большого количества ссылок, которые постоянно ссылаются на один и тот же контент, может в итоге его ослабить и, собственно, сигналы будут гораздо хуже на ваш ресурс. А если будут одни и те же сайты постоянно на вас ссылаться, то и вес будет распыляться на более ценный контент. Поэтому синдицирование контента в современном мире сейчас нужно делать иначе. Классическая синдикация контента, которая была описана в ранних стадиях, на самом деле уже сильно видоизменилась. Мы уже не можем репостить тот контент слово в слово, который мы размещали. По одной простой причине, его будет, наверное, неинтересно читать. Поэтому очень важно дополнять контент новой информацией и здесь хорошо работают интервью. Интервью, которое вы проводите в совместном эфире, отвечая на популярные вопросы, которые накапливаются. Рассказывайте саму суть, ссылаясь на ваш основной контент, который находится у вас на ресурсе и упоминая его. Это тоже способ синдикации контента, любой его видоизменения. Также адаптация контента под особенности платформы, которые вам тоже нужно знать. Поэтому очень важно здесь уметь дробить ваш контент на эпизоды. Рэн Фишкин, собственно, в своей статье рассказал по поводу того, как инвестировать в эпизодический контент, который сам себя продвигает. И действительно рассказывает про вот этот, собственно, момент, где вы создаете простенький эпизод, его распределяете, набираете аудитории, собираете сигнал-алгоритм, получаете больше роя и повторяете по кругу, продолжая создавать одни и те же эпизоды на разных площадках. И самое главное, что здесь вы выбираете сами формат контента, который вам нужен и выбираете, как он будет у вас создаваться, в каком порядке будет выходить. Вроде бы похоже на то, что мы сегодня рассказываем, потому что контент выходит эпизодами, где одни и те же, одна и та же информация дополняется новыми сериями. Но это все один большой сериал про вашу тему. И здесь, конечно же, нужно прекрасно понимать, что очень важно уделять внимание именно вот этой дистрибуции, места, где он будет размещаться, на ваших и не на ваших площадках. На ваших площадках вы полностью контролируете, в каком формате он будет выходить и как вы адаптируете тот или иной эпизод. И, соответственно, в том формате, в котором он будет выходить на сторонних площадках, здесь вы уже договариваетесь, собственно, для того, как он будет выходить в других местах. Слово в слово, переписанным или только упоминанием, или только какой-то основной мыслью. В итоге потом можно собрать ваш большой блокпост и дополнить его информацией, дополнить его размещенными роликами, размещенными графиками, размещенными аудиоподкастами, которые могут мелькать непосредственно в вашей статье, которую вы напишете потом в итоге на своем сайте. И затем синдицировать этот измененный контент вам будет проще, потому что это итоговая серия вашего сериала, в котором вы все размещаете. Ну и, конечно же, не стоит забывать о особенностях платформы, на которых вы размещаете свой контент. Ведь действительно, например, у Твиттера свои особенности, у Фейсбука свои особенности, у статьи в блоге свои особенности. Это отличная статья, которая рассказывает, как правильно опубликоваться в Твиттере, как правильно опубликоваться в соцсетях другого формата, в LinkedIn в том же, или как вести правильно, собственно, статью и в чем их преимущество. Вы можете обратить внимание, в чем преимущество каждой из соцсетей, каждой платформы и какие у них недостатки. И здесь очень важна зависимость от того, какой фрагмент эпизода вы продвигаете на какой платформе, вы поймете, какой эпизод годится для какой платформы, а какой нет. Очень отличная статья, ссылочку я, конечно же, оставлю в описании. Ну и постараюсь ответить на популярный вопрос, а как автоматизировать синдикацию контента для своего бизнеса. Конечно же, первое, что вам может помочь, это, конечно же, настройка Pinterest. У нас есть отличный вебинар, посвященный Pinterest, где вы можете настроить синдикацию всего графического контента вашего ресурса в Pinterest. И таким образом получать оттуда трафик. Нам немножко оттуда докапает, трафик оттуда идет. Второй способ, конечно же, это создание аудиоконтента и публикация ваших подкастов. Сразу говорю, много вы, возможно, прослушиваний получать не будете. Но рано или поздно вы попадете в какую-то тему, которая даже заранжируется в гугле и будет давать вам трафик. А собрав костяк своей лояльной аудитории, я думаю, вам будет действительно проще. Ну и еще третий способ синдикации контента, это, конечно же, завести свои собственные блоги веб 2.0. Можно начать вести там публикации, писать статьи, собирать статьи, допустим, которые не вошли по каким-то причинам на ваш ресурс. Допустим, не очень удачные версии статей авторов, которые вы можете туда опубликовать. И таким образом, рано или поздно, какие-то статейки, может быть, выстрелят. И там же можно синдицировать ваш хороший контент, который у вас оказывается на вашем ресурсе. То есть, просто его переписывать и ссылаться на себя. Да, можно поднимать обычные веб 2.0 сайты и подобные тому собственные ресурсы. Ну, конечно, можно их потом перевести на полноценные сайты, выкупить для них домены. И вести их самостоятельно, как отдельные блоги. Ну, это такой способ, сразу говорю, дорогостоящий. Это при условии, если у вас действительно генерируется большое количество ненужного контента. Но также можно использовать площадку Medium. Это зарубежная площадка блогеров, которая может синдицировать контент просто из ссылки. Сама генерирует из него текст и вставляет графику просто из вашей статьи. Размещая ее на вашем ресурсе. Также синдицировать контент можно в статье LinkedIn. Вы можете просто взять, скопировать полностью текст в вашей статье и вставить в статье LinkedIn. Один в один можно полностью перегнать контент, который уже размещен на вашем ресурсе. Ну, то есть, полное копирование, в принципе, в эти соцсети возможно делать. Нужно это делать или нет, это уже второй вопрос. Эффекта такого не будет, как если вы будете делать, как я рассказал в предыдущем шаге и показал на своем кейсе. Если вы будете размещаться методом, когда будете искать площадку и договариваться о синдикации. Там будет эффект гораздо мощнее. Поэтому в интернете вы можете найти синдикации вот такими автоматическими методами, но они не являются эффективными. Исключение составляет это синдицирование подкастов, когда они размещаются автоматически. Синдицирование автоматической YouTube роликов за счет того, что существуют такие сервисы, которые постоянно репостят эти ролики в такого рода сайтах. Но оно имеет минимальный эффект. Поверьте мне, размещение роликов в крупной статье, которую действительно читает более тысячи человек, имеет гораздо больше эффекта, чем размещение материала на странице, которую не просмотрят за год 5 человек от силы. А то и, возможно, вообще никто. Поэтому уделяйте внимание как раз тому контенту, который будет синдицироваться на площадках, которые действительно имеют высокий трафик, лояльную аудиторию и будут давать вам реальную лояльную аудиторию на ваш ресурс. И отвечу на такой вопрос. Стоит ли заказывать синдицирование контента сторонними организациями? Я отвечу на него просто. Если организация предоставляет весь путь от адаптации вашего контента под другие площадки, то оцените его мощности. Как оно, допустим, что оно умеет делать. Например, если оно из ваших YouTube роликов делает хорошие статьи, сделает с графика. Это действительно хороший вариант. Она может из вашего ролика сделать несколько статей, которые пойдут в разные площадки. Точно так же из ваших роликов она может, например, сделать вставки в материалы, которые уже размещены. Это тоже можно использовать как полноценную синдикацию контента. Поэтому, да, есть службы, которые умеют это делать и умеют это делать качественно. Возможно, вы одни из них. Если вы одни из них, напишите в комментариях. Мы с удовольствием скажем, что да, есть такие ребята и да, они занимаются этим. Но любые другие сервисы, которые занимаются автоматической уникализацией, обрезкой видео, перекручиванием видео для того, чтобы его разместить с целью обхода уникализации, мы не рекомендуем. Действительно, просто можно пересоздать контент, заново его перезаписать, перепроговорить и отправить его на другую площадку. Например, я могу записать следующий ролик, опустив здесь зеленый экран. Для того, чтобы дизайнер площадки, которая будет делать для себя контент, его легко убрала и подложила свой фон, который им нужен. Более того, я им пришлю исходник, на который они с легкостью наложат свои логотипы, где не будут мелькать там только одни мои логотипы. И, допустим, сделают плашки в своих фирменных цветах, что тоже удобно, где не будут мелькать наши собственные плашки. Все варианты синдикации контента присутствуют по-разному. То есть, они делаются по-разному. То есть, здесь нужно уметь договариваться с площадкой. И качественный контент должен быть не только у вас, но и там, где вы его разместили. Поэтому, по поводу, отвечаю служб, полезные они или нет, хорошие они или нет, нужно смотреть уже, как говорится, на каждую службу под другим углом. Если они будут просто вас репостить, респамить, раскидывать по форуму, это не синдикация контента. Это классический мусорный веб-спам. Веб-спам мы никому не рекомендуем и никому не советуем заниматься именно им. Это не равно синдикации контента, хоть по определению похоже. Надеюсь, я ответил на все самые важные вопросы по этой теме. Материалов в сети на эту тему не так много. Многие уже устарели на несколько лет. Но весь процесс синдикации контента мы по этим материалам проходили. Мы попробовали все, поняли, что не работает, а что работает. И, конечно же, вот вам изложили рабочую стратегию, которая работает до сих пор и работает среди всех наших партнеров. Многие партнеры делают то же самое, что и делали мы. И это является рабочей схемой для продвижения своего высококачественного контента в сети интернет. Эта стратегия, напоминаю, адаптирована больше для информационного контента, а не коммерческого. Поэтому будьте готовы к тому, что ваша задача умеет создавать информационный контент для своего ресурса. Рафинируйте то, что вы создаете. Не плодите кучу ненужного контента. Отсекайте нерабочие и концентрируйтесь на том, что приносит вам успех. Что делает вас популярным и известным. На этом, собственно, все. Меня зовут Николай Шмичков. Это канал SEO Quick. И я буду рад подписочке. Не забывайте нажимать, конечно же, на колокольчик. Ролики будут выходить теперь чаще. Всем спасибо и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok